Новые проверки прошли в сети социальных магазинов Миришор. На этот раз под давлением оказались мобильные пункты в Дрокии, где без регистрационных номеров транспорты и средства двигались по обычному маршруту, чтобы добраться до местного назначения, где не собирались продавать продукты питания первой необходимости в селах этого района. Однако, по словам одного из водителей, накануне сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки транспортные средства, после чего составили протоколы и изъяли регистрационные номера на основании того, что, по их словам, на некоторых машинах были установлены незарегистрированные комплектующие. Попросили выйти с машины, вышел с машины, подошел к левой стороне, показывает мне, что на рессоре, будем так говорить, что у меня должно быть там пять рессоров, у меня там восемь. Говорит, у вас вот машина получается переоборудована, значит, мы вам составляем протокол, снимаете номера, мы едем вперед, вы едете за нами. Приближаются выборы, я так думаю, и в связи с этим, я так думаю, наверное, дали им указания именно эти машины, которые в СРЛ наш работает, вот значит, проверить, докопаться, что-то найти, застопорить. Из-за этого мобильные магазины не смогли выехать по своим маршрутам, как следствие, без обслуживания передвижных пунктов остались тысячи жителей Дрокивского района. Люди по селам очень ждут на эти машины, понимаете, потому что товар возим, бабки старенькие приходят с тачками, покупают, ну как, все необходимое, люди берут то, что им надо, но если закрыть эти машины, так это вообще будет гиблое дело. О прессинге со стороны полиции рассказал и второй водитель, Владимир Уцук. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не раз приходили с проверками, как на склады, так и останавливали мобильные магазины по дороге. Со стороны полиции постоянно нас останавливает то, как понятно, что мы от Шора, машины эти постоянно нас останавливают и ищут причины, пока не находят. Вчитались вчера тоже искать по поводу рессоры. Они же позавчера были тут и искали повод, позавчера утром были и нашли тут причину, и по дороге уже меня остановили, искали эти рессоры, у меня были нормально, у меня нормально. То в путевке там что-то смотрели, 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 потом сказали, что все хорошо, все хорошо. Причина еще была, кто вас проверяет утром. Я говорю, есть тут механик, который расписывается, мы проверяют трезвость. Тяжело очень. На каждом ходу мы, на каждом шагу нас останавливают и ищут причины, пока не находят. Несмотря на давление администрации социальных магазинов в Дрокиевском районе, уверена, что никаких реальных нарушений в работе магазинов зафиксировано быть не может. По словам Адриана Акишор, проверяющие не раз просматривали все сертификаты качества на продукцию, проверяли ценники на витринах магазинов и медкарты сотрудников, которые соответствовали всем стандартам. Каждый день мы получаем свежие продукты, в том числе и хлеб, который раньше стоил 1 лей, теперь 4 лея. Молочные и мясные продукты мы также получаем все свежее. Люди нуждаются в этих мобильных магазинах. Они хотят, чтобы мы продолжали работать, но мы сталкиваемся с большими проблемами с полицией, санкса. Нас останавливают, не дают работать. Сотрудники хотят здесь работать, получать зарплату, но не могут, потому что нам изо дня в день приостанавливают работу. При остановке работы мобильных пунктов сети социальных магазинов Миришор недовольны и жители района. По их словам, это было их единственным спасением. Сейчас же тысячи людей лишились доступа к качественным и недорогим продуктам питания, которые они привыкли покупать в социальных магазинах. Все покупала. И на картелу сразу начали с картелами, карточками. А потом продукт, обычный продукт. Все время было. Все было, удобно было. Отметим ранее, в Дроке работу приостановил и стационарный социальный магазин Миришор. По словам бывших сотрудников, несмотря на то, что среди местного населения магазин был востребованным, госслужбы отказались продлевать авторизацию. В итоге пострадали не только покупатели, но и сотрудники, которые, оставшись без работы, были вынуждены уехать за границу на заработки. Не продлили лицензию, чтобы могли продолжать работать, поэтому и закрылся магазин. Здесь работали три продавца, которые остались без работы. Им пришлось уехать за границу, и здесь остались их маленькие дети с бабушками и дедушками. Напомним, проект создания сети социальных магазинов Миришор был запущен в 2015 году по инициативе Илона Шора в Аргиве, когда он был примаром муниципия. С того времени сеть расширялась. Количество магазинов достигло почти 200. Число постоянных покупателей магазинов Миришор, как утверждает представитель администрации сети, превышает 600 тысяч человек. Большинство из них – пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.